В отдалённых уголках нашей Солнечной системы расположены жестокие миры ледяных гигантов Урана и Нептуна. Покрытые туманом, эти внешние планеты неистовы, непокорны и непредсказуемы. На Нептуне самые быстрые ветры в нашей Солнечной системе. Его огромная тёмная поверхность появляется и неожиданно исчезает, как призрак. Луны Урана облетают его меньше, чем за один день. И столкновения неизбежны. А самое противоречивое из внешних планет уже даже не планета. Так почему упал Плутон? Человек, убивший Плутон, ведёт собственное расследование, а мы исследуем внешние планеты. Внешние планеты Познакомьтесь с человеком, убившим Плутон. Плутон давно был обречён. Астроном Колтека, Майкл Браун, запустил цепочку событий, сокративших количество планет в Солнечной системе с девяти до восьми. Но он не жалеет. Плутон не мог сохранить статус отдельной планеты. Майкл Браун, Колтек. Он должен был проиграть и проиграл. Плутон Давно было замечено, что Плутон отличается от других планет. Гораздо меньше остальных, он имел самый большой спутник по отношению к собственному размеру. Также у него была самая наклонённая и необычная орбита. Его орбита похожа на яйцо. Генри Трупп, Сауферст Ресорч Инститют. Орбита Плутона заставляет его то значительно приближаться к Солнцу, то слишком отдаляться. Космическая иголка в стоге сена десятилетиями уходила от охотников. Восьмая планета, Нептун, была открыта в 1846 году, но астрономы были убеждены, что на дальних рубежах Солнечной системы есть девятая планета. Поиски Плутона начал Персиваль Лоуэлл в обсерватории Лоуэлла. Он считал, что существует некая планета Икс, влияющая на орбиты Урана и Нептун. Лесли Юнг, Сауферст Ресорч Инститют. Лоуэлл умер, не успев найти обманчивую планету, но его ассистент, Клайд Томбо, продолжил его работу. В 1930 году, в возрасте 24 лет, Томбо поймал изображение объекта, подтверждавшего предсказания Лоуэлла. Об открытии сообщили всему миру, и объект получил официальное имя — Плутон. Но был ли Плутон планетой Икс? Настоящее изображение Плутона. Некоторые ученые утверждали, что Плутон слишком мал, и его масса не могла заметно повлиять на орбиты соседних газовых гигантов — Урана и Нептуна. Позже ученые поняли, что планеты Икс не существует. Ее описание было основано на неправильной массе Нептуна. Но даже если Плутон не планета Икс, можно ли отнести его к планетам? Слово «планета» означает «блуждающий в небе», то, что движется рядом со звездами. Так, для древних греков Луна была планетой, и Солнце было планетой, а Земля — нет. Но потом мы поняли, что Земля вращается вокруг Солнца, а Луна — вокруг Земли. И определение планеты изменилось. Земля стала планетой, а Солнца и Луна — нет. Тогда планет было шесть, а потом открыли Уран и Нептун. Семь, восемь. И хотя сначала считалось, что Плутон размером с Марс, оказалось, что он меньше нашей Луны. Открытие Томбо назвали девятой планетой. И больше о нем не думали. Это был странный объект, одинокий шар на краю Солнечной системы. Его не знали, как определить, и определили, как планету. Из-за большого расстояния от Солнца Плутон назвали в честь римского бога подземного мира. Приближаясь, Плутон оказывается в 4 миллиардах километров от Земли. Его диаметр — 2400 километров, половина ширины Соединенных Штатов Америки. Плутон оборачивается вокруг Солнца за 248 земных лет, а дни его сутки равны 6,5 земным. 22-килограммовая гиря весила бы на Плутоне всего 4,5 килограмма. Всем, что мы знаем о поверхности Плутона, мы обязаны современным технологиям. Мы его почти не видим, даже через космический телескоп. Мы видим 4 пикселя или 12, но даже поэтому можно сказать, что часть Плутона черна, как уголь, а часть — бела, как снег. Даже с такого расстояния ученые могут определить состав планеты. Они считают, что светлые области на поверхности образуют три вида льда. Один — одноокись углерода, другой — метан, такой же, как природный газ, и третий — азот, такой же, как в нашей атмосфере. А темные области — это голые камни. Темные области — наверняка какие-то силикаты. Силикаты похожи на камни, которые мы видим здесь. В них присутствуют кремнии и кислород. Мы в скалистых горах в Национальном парке Колорадо. Вокруг снег и камни. Именно это мы бы и увидели на поверхности Плутона. Путешественник обнаружил бы на Плутоне бескрайнюю снежную поверхность. Это сумрачная планета. Он в 30 или 40 раз дальше от Солнца, чем Земля. Это значит, что Солнце нагревает поверхность Плутона в тысячу раз меньше, чем Землю. Там столько же света, как ночью под уличным фонарем. Конечно, можно взять книгу и почитать, но лучше захватить с собой еще один фонарик. Он там больше пригодится. Расстояние от Солнца делает Плутон одним из самых холодных мест в Солнечной системе. С леденящей средней температурой минус 233 градуса Цельсия. Из-за маленького размера и низкой плотности, гравитация на поверхности Плутона гораздо слабее, чем на Земле. Кое-что делать на Плутоне гораздо проще, чем на Земле. Например, заниматься скалолазанием. Подъем по вертикальной стене всегда захватывает, но приходится бороться с гравитацией. Притяжение Плутона в 15 раз слабее земного. Это не та поверхность, с которой можно улететь. Если карабкаешься по скале и срываешься, все равно понадобится страховка. Все равно ударишься о поверхность. Так что не оставляйте веревку дома. Ученые мечтают изучить поверхность Плутона. То, что спрятано в его скалах, это неизвестная глава в истории Солнечной системы. Плутон — отличная планета. Это настоящая машина времени. Он показывает, какой была Солнечная система 4,5 миллиарда лет назад, когда он сформировался. Его поверхность гораздо древнее, чем все, что можно найти в Солнечной системе. Если на земной поверхности поискать камни того же периода, 4,5 миллиарда лет назад, то вы их попросту не найдете. Потому что Земля постоянно использует материалы своей коры. Тектонические плиты втягивают этот материал в мантию. А вулканы выбрасывают новый материал, и он попадает на поверхность. И таким образом постоянно обновляется. Это гораздо более молодая поверхность, чем та, которую мы видим на Плутоне. Камни, на которых мы здесь сидим, были созданы высоким давлением Земли. На Плутоне все проще. Проще, но неспокойнее. Плутон покрыт кратерами от ударов. Эти кратеры появились от астероидов и метеоритов, падавших на поверхность. Это часть Солнечной системы, которой не удалось стать планетой. На поверхности Плутона нет атмосферы. Там нет ледников, ветров, дождей и эрозии. И единственное, что вы увидите на поверхности Плутона, будет множество кратеров. Каменистая поверхность Плутона преображается, когда его орбита приближается к Солнцу. Под дополнительным теплом часть замерзших газов испаряется, образуя временную атмосферу. Когда Плутон отдаляется от Солнца, газы снова замерзают и опускаются на поверхность. Более 75 лет этот отдаленный замерзший объект считался девятой планетой. Так почему этот маленький снежный шар теперь вызывает такие споры? Размер не важен. Почему Плутон изгнали из самого эксклюзивного клуба Солнечной системы? Выступаем в поддержку Плутона. Это тихий кабинет Колток в Посадене, Калифорния. Здесь и началось свержение Плутона как планеты. Но астроном Майк Браун не хотел уничтожать планету. Вооружившись мощным обсерваторским телескопом, он хотел найти объекты размером с Плутон на дальних рубежах нашей Солнечной системы. И в 2005 году он обнаружил то, что искал. Объект чуть больше Плутона с собственным спутником оба вращаются вокруг Солнца. Впервые я обнаружил объект размером с Плутон, просматривая изображения, которые зафиксировал телескоп. Подсчеты показали, что обнаруженный объект даже немного больше Плутона. И первое, что я сделал, просто схватил телефон, позвонил жене и сказал, «Я нашел планету». Да. Если Плутон более 70 лет был планетой, почему новому объекту Брауна не являться планетой? Я думал, что это десятая планета. Я сразу представил это планетой. Она на 5% больше Плутона. Состоит из тех же материалов. Камень внутри, лед снаружи и немного снега. Очень похоже на Плутон. У этой планеты есть спутник, который оборачивается вокруг нее за 17 дней. И у Плутона тоже есть спутник. Они во многом казались мне близнецами. Просто это близнец, который в детстве ел немного больше, и поэтому вырос немного больше. Браун решил назвать свою находку Зеной в честь принцессы-воительницы, но потом ее переименовали в Эрис в честь греческой богини Раздоров. Оказалось, что это имя очень подходит. Открытие вызвало бурю в астрономическом сообществе. Теперь каждое определение планеты вызывало горячие дебаты. Станет ли находка десятой планеты? Или новый объект размером с Плутон вообще вычеркнут? Вопрос был поднят на заседании Международного астрономического союза в Праге в 2006 году. Прошло голосование, и термин «планета» впервые получил научное определение. Кто за резолюцию 6А в вводящую новую категорию транснептунных объектов с прототипом Плутоном? Пожалуйста, поднимите свои карточки. Мы рекомендуем выделить Плутон и другие подобные транснептунные объекты в отдельный класс. Мы изменили статус Плутона не потому, что узнали о нем что-то новое, сделавшее его менее интересным. Ученые сказали, что вопрос был поднят из-за того, что они узнали об Эрис и других больших объектах пояса Купера. Пояс Купера — это регион шириной в 5,5 миллионов километров во внешней части Солнечной системы, недалеко от Плутона. Там находятся сотни тысяч ледяных объектов, первый из которых был открыт в 1992 году. Раньше мы считали, внешняя часть Солнечной системы — там Уран и Нептун. Это большие газовые планеты, планеты-гиганты. Генри Трупп, South First Research Institute. А потом появился этот маленький бродяга, Плутон, который не вписывался в картину. Теперь мы нашли другие объекты пояса Купера, и мы думаем, что Плутон может быть первым из огромного множества объектов пояса Купера — широкого пояса маленьких ледяных тел во внешней части Солнечной системы. В результате голосование утвердило, что планета — это сферический объект, вращающийся вокруг Солнца и очищающий пространство, окружающее его орбиту. Поскольку пространство вокруг Плутона наполнено другими объектами пояса Купера, новое определение оставило великое ледяное открытие Клайда Томбо ни с чем. 76-летнее существование Плутона в роли планеты было окончено. Теперь в нашей Солнечной системе официально только 8 планет. Объектам вроде Плутона и Эрис дали новую категорию — планеты Карлики. Планеты Карлики обладают теми же характеристиками, что и планеты, но не имеют чистой орбиты. По новому определению, Церера — самый большой астероид нашей Солнечной системы, тоже планета Карлик. Мы приняли новую терминологию, потому что во внешней Солнечной системе оказалось больше объектов, чем мы думали. Словно видишь один небоскреб, а потом перед тобой внезапно открывается город. Теперь у нас целый город объектов, внешняя и Солнечная системы. Голосование должно было разрешить спор, что считать планетой. Но многие ученые отказались принять результат. Есть астрономы, которые хотят, чтобы Плутон оставался планетой, поднимают этот вопрос где можно и не хотят успокоиться. Я считаю Плутон планетой и не думаю, что вопрос, является ли Плутон планетой, так важен. Дэвид Гринспун, Денверский музей природы и науки. Это не научный вопрос, это вопрос названий. Но таким странным способом он вдруг стал одним из самых заметных объектов планетарной науки. Люди все время спрашивают, планета Плутон или нет. Тут нет четкой грани. Нельзя сказать, вот эта планета, вот эта планета, а эта не планета. Нет грани между камнем и булыжником. Это скорее социологический вопрос. Вопрос подбора слов, но не науки. Научный интерес к Плутону не упал, когда он перестал считаться планетой. Когда в Праге голосовали, космический корабль НАСА Нью-Хоризон уже летел изучать дальние миры. Нью-Хоризон станет первым космическим кораблем, совершившим полет на Плутон. Полет на Плутон, изучение Плутона, это уже не полет на отдельный объект. Это полет на целый класс объектов, которые мы должны изучить. Но Нью-Хоризон должен лететь с огромной скоростью, или счастливый шанс изучить атмосферу Плутона будет упущен как минимум на 200 лет. Нью-Хоризон летит на рандеву с Плутоном. Мы произвели расстыковку корабля. Но ученые пытаются обогнать время. Если Плутон удалится от Солнца, наступит 62-летняя зима. А когда на Плутоне наступает зима, атмосфера планеты Карлика замерзает и оседает на поверхности. Если она осядет слишком низко, будет уже не так интересно. Станут невозможны многие химические анализы, а мы хотим изучить температуру атмосферы, ее структуру, ветры и многое другое. Чтобы успеть вовремя, Нью-Хоризон мчится через Солнечную систему со скоростью более 70 тысяч километров в час. Это почти 20 километров в секунду. На такой скорости путешествие из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк заняло бы всего 3,5 минуты. Генри Трупп, Сауферст Ресорч Инститют. Это самый быстрый космический корабль, когда-либо взлетавший с Земли. Он всего за 6 часов долетел до Луны. Сравните это с двумя сутками, которые потребовались астронавтам Аполлона, чтобы преодолеть такое же расстояние. Нью-Хоризон долетел до Юпитера всего за 13 месяцев. Но внешняя солнечная система так велика, что потребуется еще 8 лет, чтобы добраться до Плутона. Даже с такой беспрецедентной скоростью Нью-Хоризон достигнет Плутона лишь в июле 2015 года. Плутон — это большая загадка. Дэвид Гринспун — Денверский музей природы и науки. И мне нравится, что туда летит корабль, и через несколько лет это белое пятно на космической карте будет заполнено снимками и подробной информацией. В 7 миллионах километров от Плутона Уран зачаровывает голубым мрамором. Он необычайно красив и отличается от других планет. Это гигантский голубой, небесно-голубой шар, который висит на фоне черного космоса. Он светится голубым светом, и в этом есть что-то невесомое. Это кажется нереальным. Он похож на спецэффект для фильма. Разве может планета быть такой большой и безупречной? А ведь это гигантская, невесомая голубизна. Уран находится более чем в 2,5 миллиардах километров от Земли. Его диаметр свыше 50 тысяч километров. В 4 раза больше диаметра Солнца. Уран оборачивается вокруг Солнца за 84 земных года. Один день на Уране длится чуть больше 17 часов. Если на Земле вы весите 68 килограммов, то на Уране весили бы 60. Названный в честь греческого бога неба, Уран имеет самую наклонную ось под углом 98 градусов. Планета буквально скользит на боку. Майкл Мишна, лаборатория ракетных двигателей. Это означает, что часть года к Солнцу обращено одно полушарие, а другое находится в полной темноте. Уран облетает вокруг Солнца за 84 года, а это значит, что половину этого срока 40 лет одно полушарие на свету, а другое в темноте. Это как полярный пояс на Земле, только в данном случае это половина планеты. Наклон столь силен, что в этом смысле северное полушарие — это северный полюс, а южное полушарие — южный полюс. Уран обязан своим красивым голубовато-зеленым светом метану. Метан поглощает красные и оранжевые лучи солнечного света и отражает синие и зеленые. А своей мягкостью он обязан тому, что знакомо всем жителям больших городов. Смогу. Эд Стоун, Колтек. В Южной Калифорнии мы привыкли к смогу, который фотохимически придает воздуху ощущение дымки. То же происходит и с атмосферами четырех газовых гигантов. Там есть метан, летучий газ. Солнечный свет собирает его в сложные частицы, что образует дымку. Поэтому у планет нет четкого вида, а есть расплывчатый. Ученые утверждают, что Уран и его сосед Нептун образовались одним и тем же путем. Как только возник ранний протопланетарный диск газов и пыли нашей Солнечной системы, Юпитер и Сатурн собрали большую часть материала и стали самыми большими газовыми гигантами. Когда орбиты Юпитера и Сатурна выросли, они дестабилизировали всю планетарную систему. Динамические взаимодействия выталкивали Уран и Нептун к краю Солнечной системы со все возрастающей скоростью, где они подкрепились ледяными объектами. В них много этого газа, но они во время формирования собрали много льда и немного камней. Поэтому, хотя их окружает покрывало из водорода, гелия, метана, небольшого количества азота и чего-то еще, у них внутри много льда. Из-за наличия больших масс льда некоторые называют Уран и Нептун ледяными гигантами. Но было бы неправильно представлять их шарами из твердого льда, по которому могут скользить астронавты. Если бы мы сбросили астронавтов к центру Урана или Нептуна, у них сразу бы начались проблемы. Там нет твердой поверхности, на которой можно стоять. Возможно, в центре у этих планет есть небольшая каменная кора, но там огромное атмосферное давление, которое просто раздавило бы астронавтов. Давление там в миллионы раз превышает наше атмосферное давление. Астронавтов просто расплющило бы еще до того, как им удалось бы добраться до твердой поверхности. Хотя на других газовых гигантах бушуют бури, но уране все относительно спокойно. И ученые считают, что знают, почему. Среди газовых гигантских планет уран уникален, только у него нет внутреннего источника тепла. У Юпитера, Сатурна, Нептуна из глубины идет жар, и это помогает циркуляции и объясняет, почему мы видим так много вытянутых структур на остальных трех планетах. У урана нет внутреннего источника тепла. У урана есть другой повод для славы. Способ, которым его обнаружил астроном Уильям Хершелл в 1787 году. В то время единственными известными планетами были шесть видимых невооруженным глазом с Земли. Но Хершелл первым посмотрел на уран через телескоп. Хершелл был астрономом-любителем, профессиональным музыкантом и оптиком. У него были знания и возможности, чтобы создать лучшие телескопы того времени. Открытие урана было невероятно значимым в истории человечества, потому что уран стал первой планетой, найденной с помощью телескопа. Первой планетой, о которой не знали предки. В 1977 году астрономы обсерватории НАСА Кубер-Эйрбонн, направив на уран свой телескоп, совершили еще одно открытие. Они хотели увидеть довольно распространенный астрономический эффект, проход планеты перед звездой. Но когда уран начал приближаться, звезда начала мигать. Она мигнула пять раз, пока приближалась планета. А потом еще несколько раз на выходе планеты с другой стороны. Что явилось причиной столь странного феномена? Мигающая звезда проходила за пятью планетарными кольцами. Раньше кольца видели только у Сатурна. Тщательное наблюдение с Земли, а потом с космического корабля Вояджер подтвердили существование колец. Наблюдения 2005 года через космический телескоп помогли найти второй ряд колец, вращающихся почти в два раза дальше от планеты, чем кольца первого ряда. В отличие от толстых ледяных колец Сатурна, кольца Урана тонкие. Это сжатая темная каменная пыль. Похоже, что некоторые из пылевых колец Урана сформировались от удара метеорита или кометы и одной из 27 лун Урана. Внутренние кольца могут быть результатом столкновения между самими Лунами, особенно между 13 вращающимися во внутреннем кинетическом скоплении. Вокруг Урана есть много внутренних Лун. Они очень маленькие, расположены близко к планете и вынуждены вращаться очень быстро, чтобы не упасть. Некоторые луны оборачиваются вокруг Урана всего за 12 часов. Для сравнения, период полного оборота нашей Луны вокруг Земли составляет 28 дней. Когда луны Урана мчатся вокруг него словно гоночные автомобили, столкновение хотя бы двух из них — это лишь вопрос времени. Вокруг планеты Уран вращается система Лун. Даже за последние десятилетия в их орбитах были замечены существенные изменения. Ученые считают, что их столкновение между собой неизбежно. Можно с полной уверенностью сказать, что за последние несколько миллионов лет некоторые из них вырезались друг в друга — Эд Стоун, Колтек. Я думаю о Купидоне и Белинде, маленьких лунах, которые вращаются очень близко друг от друга — Майкл Мишна, лаборатория ракетных двигателей. Как считают ученые, путешествуя лишь в нескольких сотнях километров друг от друга, однажды эти луны под воздействием гравитационных сил столкнутся и разобьются на части. Это будет плохой день для Лун и приятные события для системы колец планеты. Появившиеся обломки потенциально могут создать новое кольцо вокруг Урана. Уран делит внешнюю часть Солнечной системы с другой планетой Нептуном сверкающей сферой почти в пяти миллиардах километров от Солнца. После исключения Плутона Нептун наша самая дальняя планета. Нептун получил свое имя от греческого бога моря. Нептун расположен в 4 миллиардах 650 километров от Земли. Приблизительно равный 48 тысячам километров диаметр Нептуна в 4 раза больше земного. Год на Нептуне равен 165 земным годам, а день длится 16 часов 6 минут. Если на Земле вы весите 68 килограммов, то на Нептуне будете весить 77 килограммов. Как все внешние планеты, Нептун вращается гораздо быстрее Земли, и эта спринтерская скорость помогает создавать сильные ветры. Самые сильные ветры, отмеченные в нашей Солнечной системе, на Нептуне. Иногда они дуют со скоростью свыше полутора тысяч километров в час. Дэвид Гринспун, Денверский музей природы и науки. Мы не знаем, почему дуют столь сильные ветры. Это загадка. Ученых озадачивает, почему на Нептуне ветра сильнее, чем на других внешних планетах. Скорость ветров в два или три раза выше, чем у красных пятен Юпитера. Исследователь лаборатории космических двигателей Майкл Мишна изучает, что руководит погодой на других планетах. Он заинтригован загадочными сильными ветрами на Нептуне. Если поставить одну из ветряных мельниц на Нептуне, мы можем увидеть точно такое же вращение, как сейчас. А если поставим туда, где скорость ветра полторы тысячи километров в час, мы вообще можем не увидеть движение, потому что атмосфера такая разреженная, что у ветра просто нет сил, чтобы повернуть лопасти. Парадокс, но это так. Движение может не быть вообще при таком сильном ветре. Представляете? Если посмотреть на карту погоды, на Земле есть области высокого и низкого давления. То же самое происходит на внешних планетах. Мы можем четко установить высокое давление здесь и низкое здесь. Но есть регионы, где теплее, и давление выше, чем в других районах, где прохладнее и более низкое давление. И это создает ветры, которые дуют из области высокого давления в область низкого. Ключевой фактор в создании ветров — источник энергии, нагревающий воздух. На Земле эту энергию предоставляет Солнце. Но ветряная планета Нептун в 30 раз дальше от Солнца, чем Земля. И получает в 900 раз меньше солнечной энергии. Этого недостаточно, чтобы дать силу колоссальным ветрам Нептуна. Ученые считают, что у Нептуна есть дополнительный источник энергии. Измерения, сделанные Voyager 2, показали, что Нептун изнутри излучает в два раза больше тепла, чем получает от Солнца. Это самое высокое излучение тепла среди планет Солнечной системы. У Нептуна относительно большое количество внутреннего тепла, которое получается от радиоактивного распада материалов внутри и других химических процессов. И это высвобождает много тепла. Но почему Нептун выделяет так много тепла? Это загадка. Это привело к версиям, что планета все еще в стадии формирования, и опускающиеся газы высвобождают тепло, сжимаясь под действием гравитации. Внутренний источник тепла также может объяснить конвекцию газов, создающих потрясающие узоры из облаков. В атмосфере много ярких белых облаков. на поверхности есть светлые и темные зоны. По яркости полос мы смогли установить широту. Ученые считают, что полосы как-то связаны с узорами на облаках Нептуна. Они наверняка из метана и очень быстро вращаются вокруг планеты. движение ветров на Нептуне не похоже на то, к чему привыкли мы. Это гигантские штормовые системы, которые могут снести все, что мы видим на Земле. В 1989 году Voyager 2 сделал фотографию, которая потрясла ученых. На Нептуне гигантский ураган, большое темное пятно в южном полушарии. 13 тысяч километров в ширину, способной разрушить нашу Землю, ураган напоминал знаменитое красное пятно Юпитера. Красное пятно — это гигантский антициклон, подпитываемый маленькими штормами, которые поддерживают его жизнь. Иначе он истощился бы и исчез. В случае большого темного пятна на Нептуне, мы считаем, что это скорее нестабильность атмосферы, которую мотает из стороны в сторону из-за сильных воздушных потоков. Всего через пять лет после обнаружения пятна ученых ждал другой сюрприз. Космический телескоп развернулся к Нептуну и обнаружил, что самый большой ураган на планете пропал. что случилось с великим темным пятном Нептуна? В течение пяти лет гигантский ураган сметал в южном полушарии все. Но это не означало окончание мегаураганов на Нептуне. Ученые наблюдали в космический телескоп как появилось новое гигантское темное пятно. На этот раз в северном полушарии. Похоже, что на Нептуне эти штормовые системы, поддерживающие огромные пятна, которые мы видим с космических кораблей или в телескопы, появляются и исчезают быстрее. А великое красное пятно на Юпитере там уже сотни лет. Эти штормовые системы не только подвижны, они эксцентричны. Ученые наблюдали, как размер темного пятна увеличился на несколько тысяч квадратных километров всего за 8 дней. Исчезновение, появление и общее движение делают штормовые системы Нептуна одними из самых непредсказуемых в Солнечной системе. Похожий на своих соседей, Нептун имеет сложную систему лун. Пока известно 13. Некоторые из лун Нептуна могли сформироваться в других частях Солнечной системы. Нептун, наверное, поймал эти луны из огромного количества материалов, которые принадлежат орбитам Нептуна и Плутона. Там много огромных кусков льда, кусков поменьше, а также мелких осколков и каменистых материалов, которые просто проходят через нашу Солнечную систему. Крупные куски сталкиваются с этими осколками и вовлекают их в орбиту планеты. Некоторые из этих тел становятся кометами. Но если одно из них выберет правильное направление в правильное время, отхваченное гравитацией планеты, оно может стать луной. Самая большая луна Нептуна, Тритон, близка по размеру к земной луне. Это самый холодный объект в Солнечной системе, известный астрономам. Даже более холодный, чем Плутон. Эд Стоун, Колтек, лаборатория космических двигателей. Всего 40 градусов выше абсолютного нуля, минус 390 градусов по Фаренгейту. Так холодно, что азот, который бывает обычно в форме газа, на этой луне создает ледяную полярную шапку. На Тритоне так холодно, потому что у него отражающая поверхность. Около 70% света, попадающего на поверхность Тритона, отражается Тритон во многом похож на Плутон. Мы видим ледники на его поверхности. И еще одно потрясающее явление, которое мы наблюдаем на Тритоне, это вулканы. Мы видели их, когда Вояджер пролетал мимо Нептуна и Тритона. Ледяные вулканы Тритона выбрасывают смесь жидкого азота и аммиака. Фонтан мгновенно замерзает, выстреливая на 8 километров в тонкую атмосферу. Выпущенный лед может разноситься ветрами в атмосфере на значительное расстояние, прежде чем осядет на поверхность в виде снега. Геологическая активность на Тритоне заставляет ученых задуматься, нет ли под его ледяной поверхностью воды, возможно, даже горячей. Согласно теории, там, где есть вода, может существовать жизнь. В таком случае, самая большая луна Нептуна может стать местом величайших открытий всех времен. ВОЯДЖЕР ВОЯДЖЕР вернуться туда, чтобы продолжить начатую работу. В ближайшее время внимание ученых будет приковано к Нью-Хоризон, потому что он подлетит к Плутону еще ближе. На борту вместе с научными приборами находится небольшая урна с прахом того, кто открыл Плутон. Клайда Томба, умершего в 1997 году в возрасте 90 лет. Майк Браун, Колтек. Я не участвую в проекте Нью-Хоризон, но могу высказать свое мнение. Я возлагаю на него большие надежды. Мы вообще не представляем, как выглядит поверхность Плутона, поэтому фотографии, сделанные из близкого расстояния, будут очень важны. Отправив космический корабль, зонды и телескопы к нашим небесным соседям, мы на один шаг приблизились к пониманию Вселенной. Наши технологии и наше воображение могут оживить эти далекие инопланетные миры. Глядя на них с трепетом и удивлением, мы можем лишь пытаться представить, какие нераскрытые загадки еще хранятся в глубине космоса. Фильм озвучен студией Кипарис по заказу Союз Видео.